Сергей, день добрый. Добрый день, Андрей. Есть предложение немножко оживить наши видосики. Знаешь, каким образом? Поговорить про рынок, это часть 1, и часть 2 ответить на вопросы наших зрителей. Давай. Чтобы было веселее. Ну, первый вопрос, наверное, я не буду очень оригинален насчет доллара. Пишет, что Набиуллин, она вредительница, и специально сказала, что нужно хранить деньги в рублях, а потом пошел новый этап девальвации. Слушайте, давай, Андрей, так. Эти вот вопросы постоянно про Набиуллину, про рубли в доллары, а потом как хранить в рублях, потом всех обманули. Ну, если люди как бы пришли на фондовый рынок из детского сада, то зачем вообще они сюда пришли? Вот вопрос. Я много раз говорил, прежде чем нажимать кнопочки, приходить на фондовый рынок, да, либо на валютный, ну, надо немножечко хоть как-то почитать книжки, вообще посмотреть, что это такое, и что-то в этом духе. И еще раз повторю, немного нужно хотя бы чуть-чуть, да, надо понимать и разбираться как-то в структуре нашей экономики, да, как работают министерства и ведомства, и так далее, и так далее. Набиуллину ругать в миллионный раз, скажу, бесполезно. Бесполезно просто по одной простой причине, что есть определенный всегда консенсус между Минфином и Центробанком, и Набиулина одна единолично не делает погоду на рынке. Если, получая, ну, у нас сложилось так, что возник дефицит бюджета, да, еще какие-то проблемы, она бы с удовольствием выполняла бы те функции, которые должен выполнять Центробанк, то есть поддерживать курс рубля, таргетировать инфляцию, но есть и другие вещи, и смотреть нужно вот именно на это. Центробанк работает очень хорошо во времена каких-то кризисных явлений, и на более, там, спокойном рынке, когда с экономикой все хорошо. А в такие моменты давит Минфин, которому нужны деньги. И, естественно, ну, как бы, что скажет Центробанк? Нет, у нас рубль будет по 60, как в прошлом году? Ну, конечно же, нет. Эти вещи нужно понимать. Я миллион раз уже об этом говорил, а все, кто начинает ее там публично ругать и говорить, что вот это все из-за нее и так далее, но, честно говоря, нифига он в этом не понимает просто, как это все устроено. Ну, а как будет устроено для нашего кармана? Можно сдать укрепление рубля или уже бесполезно? Для кармана устроено, опять же, всему свое время. И, то есть, это просто лейтмотивом всегда идет во всех наших видео. Почему-то вот в прошлом году, когда рубль там был по 50, по 60, по 65, ну, комментарии на твоем YouTube-канале под моими видео были. Доллар, доллар по 35, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как? И, опять же, по прогнозам. Прогнозы с высокой долей вероятности движения там цены в ту или иную сторону можно давать только в определенные периоды времени, а не каждый день. Вот в прошлом году эти прогнозы были даны. Покупайте по 60, по 50, поскольку дадут. Все это будет вот так. Так и про крымский сценарий я тоже рассказывал, который подразумевает там со временем уход вновь там теста на 120. Возможно, не сейчас. В десятый раз повторю, может быть, не в десятый, то, что реализация крымского сценария может быть только при какой-то геополитической встряске. На уровне 120 вот своеобразный есть магнит. Что с этим делать? Да, другой вопрос. Ну, опять же, у кого немного денег и он постоянно там завязает свой депозит на какие-то нужные, это одна история. Он не высидит до этого времени. У кого денег там, скажем, больше или там в разы больше, там часть какая-то или большая часть людей находится в валюте. Вот находятся и они ее держат. Ну, либо там периодически продают, что-то там на фондовом рынке покупают. Это работает, это как-то так. А прогнозировать 50 копеек цены туда или 2,5 рубля обратно, ну, это дело неблагодарное. Так и не будем. А в прошлом году все прогнозы по рублю были даны, что будет плюс-минус вот так. Покупайте валюту и держите. На моем YouTube-канале вот тоже мне один человек в прошлую субботу там предъявил, что Сергей там не предупредил, там, ну, вот я и целую кучу как бы шапок из своих роликов там и скинул. Причем такие названия были, ну, кричащие. Вам не дадут там купить доллар там ниже, вот так, покупайте доллары там, валюту там и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как еще объяснять, что, ну, как бы делать нужно вот так. Ну, ладно. Какие-то отметки-то смотрел по юаню? 12,8 есть там отметка наверху. Ну, и как бы по юаню вообще, да, интересная ситуация, наверное, опять же. Многие рассчитывают, что, возможно, юань будет на хаях февраля 22-го года. Объясняю, то есть в феврале 22-го года почему так юань улетел наверх, ну, потому что прошли вот новости про доллар, да, про отключение нас там от свифтов российских банков, потому что наличку больше возить Соединенные Штаты в Россию не будут, и люди побежали в юань, и курс этот был необоснован, то есть там большая часть была уже просто на панике. Народ покупал и не смотрел на кросс-курсы. И, естественно, пик по юаню, там, февраля-марта 22-го года, но не знаю, когда они этого дожгутся. Я помню такой эпизод после, это конец февраля, меня даже вызвали на НТВ, и там было только две темы. Хапать и золото, и хапать юань. Ну, надо же и голову периодически, да, включать. Если вы что-то покупаете, особенно, ну, скажем так, не мировые резервные валюты, нужно вообще-то как-то взять калькулятор в руки, посмотреть кросс-курс, сколько он даст, стоит к доллару, и как-то вот так вот. А люди бездробно нажимали на кнопочку, что вот так вот и все, и никак по-другому. Ну, сейчас курс ровный, да, по кросс-курсу все там плюс-минус идет правильно. Поговорим про индекс московской биржи. По-моему, он вырос на неделю на 1,2, насколько я помню. Ну, приблизительно где-то так. Пока нет никаких намеков на коррекцию, можно только ну, как бы полагаться на то, что все-таки идеи дивидендного сезона с рынка постепенно уходят. В понедельник ТАТ-нефть, Роснефть будет дивидендный гэп, ну, там еще по каким-то бумагам позже. Ну, и, собственно говоря, все. Но на нашем рынке так называемый эффект низкой базы, он пока еще никуда и не ушел. Поэтому неплохо, конечно, было бы увидеть какую-то локальную коррекцию. Я тоже много раз говорил, что если коррекции будет, то я не жду ее без геополитики какой-то глубокой. Ну, в пределах там 200 пунктов по индексу мосбиржи, то есть вполне ниже, если не будет геополитических каких-то встрясок, вряд ли. Но чтобы понять, когда начнется коррекция, все дело в том, что пока вот индекс мосбиржи топтался на достаточно высоких отметках по отношению к прошлому году поддержки, потихонечку подтягивались. И они сейчас очень близко. И там стоит индексу упасть на процента полтора и закрыть день на таких вот значениях, то это может вполне спровоцировать как раз-таки коррекционный откат. Кстати, до того, как мы провели это интервью, я обсмотрел немножко Кречетова, блогера. И он там говорит, большие дядьки, большие дядьки специально тянут рынок наверх. Они выдергивают ту одну акцию, ту вторую, ту третью акцию. Ты считаешь, что это искусственный рост? Слушай, на рынке есть такая история, что нужно спорить с рынком. Вот какие там события происходят, куда идут ценники, ну, как бы вот так и есть. А спаривать это конкретным образом? Большие дядьки или большие тетки или еще там кто-то что-то делает. Ну, дело, скажем так, неблагодарное. Но понятно, что конъюнктура на рынке поменялась с начала еще текущего года. Кстати, опять же, в этих, в комментариях, да, в твоем ютюбе, народ, вот знаешь, вот ты читаешь, я читаю комментарии, не всегда правда, но стараюсь. Опять ничего не сказал. Ну, а что надо сказать? Может, проще денег дать? Скиньте свои номера карты, и мы вам накидаем денег. Наверное, так будет проще. Просто умеющие слушать, уши, имеющие уши, да, услышат, да, вот только что я говорил там про доллар. Ну, почему не покупалось, да, по 60-65? Или мы с тобой в начале этого года обсуждали на твоем ютюбе там в том числе. Я говорил, что даже с технической точки зрения все на рынке поменялось по отношению к прошлому году, и наш рынок входит в бычью стадию. И то есть выбор уже за людьми, там, что покупать. Про Сбербанк я рассказывал, где я его покупал. Все, по-моему, предельно, ну, как бы, относительно конкретно. А дальше, ну, я же не могу ввести портфели подписчиков твоего канала. Поэтому удивительно, ну, вот, читать такие комментарии. Ну, ты как-то, в общем, это... Таких людей, меньшинство, которые что-то такие глупости говорят. Большинство умных, понимающих людей, которые смотрят мой канал. Зачем ты так сразу критикуешь-то? Не, ну, такие персонажи находятся. Вода, опять вода. Потом начинается третий. А-а-а, доллар по 90. Почему там не сказали, что надо было покупать? Ну, детский сад, штаны на лямках. Ну, не знаю, Сергей. Мне кажется, я вот вижу, что зрители вполне благодарны. Пишут, что Сергей Дроздов самый рассудительный. Вот я сам читал это все. Нет, ну, само собой, я же не всех под одну гребенку. Я говорю про отдельных персонажей. Понятно. Что ты думаешь по поводу Сбербанка? Потому что Греф, вот, он сказал, что если есть миллион, вложите в акции Сбербанка. Молодец, что сказать. Ну, Греф всегда, наверное, отличался тоже определенными правильными мыслями. Но про Сбербанк тоже мы с тобой в прошлом году говорили, что это будет бумага из голубых фишек номер один в текущем году. И объясняли даже почему. Что эффект низкой базы, то, что с этой низкой базы прибыль банка будет расти и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все это было. Поэтому здесь остается найти только точку входа в Сбербанк, чтобы его там докупить, купить. У меня есть 20% в портфеле Сбербанка. Для этого доля была большая. От всех накоплений или то, что аллокация на акции? Ну, конечно, аллокация на акции. Надо сразу тоже сделать определенные пометки. Нельзя на биржу нести все деньги. Вот все, которые у вас есть. Но большинство людей как бы игнорируют это правило и потом начинаются со временем проблемы. Есть вот депозит, да, который, объем, который выделен для торговли на фондовом рынке. Вот от него 20%. И с начала текущего года по Сберу у меня получилось там плюс... Ну, просто котировки колеблются, так как я 20% эти еще не зафиксировал. 70% плюс процентов. А у меня как-то, понимаешь, другой портрет наших зрителей канала моего. Это красивая девушка, возможно, из Курска, в общем, которая танцует и как хобби русские танцы народные, но одновременно еще инвестирует. То есть это не какой-то такой злой тролль, который нападает, нет? Да здесь-то не про троллей вопрос. Вопрос о том, что такие люди, они обычно теряют деньги. Хорошо. Значит, не обсудили еще рывок нефти наверх? Ну, я бы не назвал это рывком, да. Ты сейчас вот если график откроешь, верхняя граница такого длительного боковика. Поэтому никакого там пока рывка нет. Вот как работает боковик, да? То есть цена ходит какой-то период времени в боковике, и когда она вот рано или поздно прорвет либо нижнюю, либо верхнюю границу этого боковика, и вырастет как раз, ну, как правило, да, это на ширину этого боковика. Да я согласен, что мы подходим к верхней границе этого боковика. Кто бы спорил? Просто мы обсуждаем те активы, где есть какая-то движуха. Ну, боковик это и есть боковик движухи. Ну, как движуха? Движуха в боковике. Покупай нижнюю границу, продавай верхнюю. Так это работает. Ставь стопы, если ты лонгуешь там процента 2 под нижней границей, под уровнем нижней границы, если ты шартишь, ровно аналогично стопы процента 2 от верхней границы. Ну, как-то так. Грубо, конечно, но тем не менее. Понятно. Кстати, меня ругали за магнит, а последнюю покупку я посмотрел, показывая динамику лучше рынка. Ну, слушай, каждый выбирает для себя те акции, в котором ему комфортнее находиться. Либо по другим каким-то причинам. Поэтому, ну, кого-то ругать, еще что-то, что он там что-то купил, а вот другого душа к этому не лежит. Тут, если человек заработал денег, но на фондовом рынке, мне кажется, все равно, на чем он там заработал в моменте. Другое дело, что, наверное, какими-то историями лучше не увлекаться. Ну, к примеру, торговля там на срочном рынке. Потому что на срочном рынке все идет гладко, пока волатильность небольшая. Как только начинаются кризисные явления, люди начинают терять там очень много денег. Поговорим про золото, если ты не против. По золоту пока никаких, наверное, таких моментов на то, чтобы оно резко рвануло вверх, нет. Пока оно отрабатывает локальный сигнал на продажу, который там был несколько недель тому назад. И нужно смотреть за уровнем на 1880. Вот приблизительно вот там. Если будет пробой, 1880 золота вполне может и более резво пойти еще пониже. Ну вот. И тут вот заодно переходим к вопросам. К Сергею. Вопросы. Если американский рынок упадет, стандарт 500 ниже 3,800, это как-то отразится на нашем отечественном рынке? Спрашивает Александр. Оно может только отразиться в плане, если американцы пойдут в район 3,800 с текущих уровнях, они могут вполне за собой потащить нефть. А вот это у них такая вполне закономерная история. Ну, под соусом, скорее всего, если начнется коррекция ожидания рецессии или что-то в этом духе. Ну, а как же рецессия? Почему тогда такие цены на нефть должны быть в их понимании? Надо срочно прям утащить нефть вниз. Хотя бывали и такие временные периоды, когда американский рынок падал, а нефть не очень снижалась. Вот, но только вот, наверное, в разрезе цен на нефть. А так, в целом, у нас рынок замкнутый сам в себе. И, кстати, помню еще в прошлом году, в начале текущего, как раз в комментариях люди обсуждали, вот, выпустят нерезидентов, и наш рынок обвалится. Ну, да, мы с тобой тоже эту тему обсуждали, и говорили, что никто их выпускать не будет. Это, ну, обменный фонд. Хорошо. Спрашивает еще вопрос. Тинькофф предлагает ETF на китайский рынок. Стоит ли туда заходить? Ну, здесь уже каждый должен решать для себя сам. Если он разбирается в китайском рынке, то, возможно, можно. А если вы вообще ничего там не понимаете, да, про китайский рынок, то, наверное, лучше не надо. В 21-й год, точнее, 22-й, даже мы, если уберем СВО, то китайский рынок очень сильно упал. И люди, которые покупали китайские акции, они серьезным образом потеряли. Ну, кто-то там в Алибабе застрял на очень высоких уровнях. Что там у нас из хайпа было по Китаю? Алибаба, Tencent, Baidu. Что там еще? Какие-то бумаги. Сергей, в этом не участвую. Да-да-да. Total Education. Потом, ну, единственная, наверное, бумага, которая выпустила инвесторов из своих объятий, это LiAuto. Да. Там, если месячный график откроешь, ох, график просто, мама, дорогая. Ну, тоже на месяцах можно обозначить это как боковик, но боковик очень такой трэшевый. Хорошо. Сереж, а можете задавать провокационные вопросы? А ты можешь ответить no comments, если хочешь. Давай без провокации, а то... Ну, ладно. Дорогой Виктор, я не буду задавать провокационные вопросы. Транснефть. Ты знаешь, я за ней особо не смотрю, за этой бумагой. Она, как правило, раньше, в былые времена, росла последней. Ну, сейчас, конечно же, все поменялось. Газпром там, да, такая поговорка, Газпром растет последней. Поэтому Транснефть не могу прокомментировать. Перспективы Росагра, спрашивает Балу. По Росагра, ну, единственное, что это все-таки расписка. Вот. И, ну, как-то, не знаю. Думайте сами, что там и как. А чисто с точки зрения техники, ну, еще пару недель назад там был достаточно мощный бычий сигнал. Вот. И он отработался. Я так смотрю тоже на такие бумаги, когда есть какие-то конкретные запросы. Тогда уже смотрю технику и фундаменталы и так далее. Так, Андрей Полянский, мы не будем отвечать на провокационные вопросы по геополитике. Вот. Мы не хотим. Обещают много IPO, говорит Сергей. На какие IPO стоит внимание обратить? IPO на российском рынке акций – это дело такое, лотерея. Причем, ну, точнее, как-то, может, рулетка, не рулетка, хотя, наверное, рулеткой это не назовешь. 80% IPO заканчивается тем, что после размещения, после IPO, да, бумага падает. Падает, как правило, 2-2,5-3 месяца. Ну, и потом уже, исходя из того, насколько интересная компания, ее можно покупать. И только 20% компаний, когда вы входите на IPO, после IPO там показывает рост. Но потом все равно падает. Поэтому выбор давая место. Ну, как бы, нужно вам, нужна ли вам такая угадайка, либо нет. Понятно. Вот хороший вопрос, Ирина. Без всяких подколов спрашивает, что вы думаете про замещающие облигации? Надо ли покупать? Опять же, выбор за каждым человеком, потому что чисто индивидуально. Ну, есть консервативные стратегии, есть более агрессивные. Единственное, что могу сказать, если вы идете на долговой рынок, вы должны делать это осознанно, с пониманием, что, покупая облигации, вы будете, ну, как бы, нужно, по-хорошему, да, сидеть там до погашения. А не так, как тоже вопросы на эту тему поступают, что давайте мы купим облиги, пересидим, рынок скорректируется, мы продадим облиги и войдем еще и в рынок. Ну, вот как парковку, да, рассматривают. И, как правило, это не срабатывает. Потому что, когда идет рынок вниз, то и облигации идут тоже вниз. И перед инвестором, спекулянтом встает выбор фиксить убыток в облигациях, чтобы перейти на рынок акций. Поэтому, если вы работаете на долговом рынке, четко выбирайте те бумаги, где вы готовы сидеть прямо конкретно до погашения. А так, пока, по крайней мере, это идея рабочая с замещающими облигациями. О, спасибо. Спрашиваю тебя, Денис, а что вы думаете по поводу, страхуешься как-то на случай всяких геопатических рисков, там, переучреждения акций и прочего? Переучреждение акций – это что такое? Поясни мне, пожалуйста. До этого нужно мои ролики посмотреть. Ну, ты спрашиваешь Дениса, а не я. Ну, ты мне в двух словах. Я не понимаю, что такое переучреждение акций. Понятно. Ну, как конвертация акций, допустим, у тебя есть акция «Газпром», а будет акция «Водокачка». «Газпром-водокачка». Если ты бедный, до одного миллиона рублей, то конвертируют один к одному. Если тебя зовут Игорь С, то конвертируют один к десяти. Ты в десять раз потеряешь. Примерно так. Все, я понял. А бывает, и была еще история с Юкосом, где просто компания не стала. Ну, это «Спарта», да? Вы на фондовом рынке, поэтому нужно учитывать, естественно, риски. Я, как бы, торгую первым эшелоном в основном. Поэтому, ну, как бы... Единственное, наверное, в первом эшелоне, да, из бумаг, сейчас у меня ее нет, это «Лукойл» и ходят упорно, ну, как упорно, на рынке слухи уже давно, что «Лукойл» может там, как бы, может быть поглощен одной крупной государственной компанией. Ну, риск, ну, безусловно, да, есть такой определенный риск. Гипотетический, скажем так. Но для этого у вас в портфеле должно быть, ну, штук пять акций, там, из разных секторов. Кто-то предпочитает больше. Десять, пятнадцать, двадцать. Ну, вот определенного рода диверсификация только помогает в этом плане. Конечно, если вы будете торговать исключительно одной акцией, купите на всю котлету одну бумагу, и вам не повезет, что вот наступит это переучреждение или дейлистинг, или еще что-нибудь в этом духе, ну, да, не очень хорошо. Спрашивает Игорь Рывкин, что ты ждешь там этим летом? Или это бесполезно спрашивать по индексам? Хотелось бы увидеть коррекцию, о которой мы с тобой говорили в самом начале. Но может случиться и такое, что ее не произойдет, и придется покупать бумажки на более, скажем, высоких уровнях. Нужно следить за рынком, смотреть, как будет развиваться ситуация. Я уже много раз говорил, что пока даже если не прослеживается фактор каких-то договоренностей, да, между противоборствующими сторонами, то если такая перспектива замаячит, рынок, конечно, начнет это отыгрывать. И при таком сценарии вырастет все. Даже Газпром, в котором застряли много людей, я не думаю, что он вымахает куда-нибудь там к 300+, но при таком раскладе он 200-200, там, 10-220 вполне может показать. Его, конечно, потом подсольют, но тем не менее. Очень странно. Всякий-всякий шлаг, там тоже остальное, он полетит наверх. Те бумаги даже, которые сейчас стоят там внизу и не хотят особо расти. Хотя, наверное, таких не особо-то осталось. Там даже Сегежа, то есть формально, выдвинулась на территорию бычьего рынка. Да, кстати, я вот в качестве иллюстрации на этот самый «Березка» ансамбль. Это идеологически выдержанный ансамбль. Он приписан к управлению президента России. А вот вопрос такой. ФРС... А что, если ФРС не запустит КУЕ, вопреки ожиданиям толпы? А кто ждет, что... Я просто хочу... А что... Кто ждет, что ФРС запустит КУЕ? Ну да, никто пока этого не ждет. Странно как... Когда всему конец, Ипполит Матвеевич? Ну, это не ко мне, наверное. Это к суетологам и прочего там рода шаманам. Вот они расскажут, наверное, когда земля налетит на небесную осень. Сергей... Ой, Андрей, мой тезка, спрашивает. Ты когда же все-таки мне продать Сбербанк? Когда продать Сбербанк? Да. Слушай, ну, наверное, нужно понимать для начала, какие у человека финансовые возможности и какие горизонты планирования. Может, он краткосрочный спекулянт, может, среднесрочный. Это здесь только индивидуальный подход. Потому что если... Ну, к примеру, я сейчас скажу, что через пять лет Сбербанк будет 600, но человека, может быть, нет такого горизонта. Ну, по поводу, чтобы, знаешь, потом не говорили, вот, Сергей обещал 600. Нас некоторые люди, они как-то слушают, возможно, не теми местами, которыми надо было бы слушать. Это в виде вот такого прикола. Я же тебе объяснил, по ответ моего слушателя, зрителя. Это ансамбль «Березка», девушка. Она танцует. И очень вежливо потом спрашивает такие вопросы. Почему вы не купили Красноярск энергосбыт, хотя он дал 80 иксов за 15 лет? Человек этот купил, красноярский энергосбыт, который ему дал 80 иксов. Вот встречный, да, вопрос. Если бы мы все время покупали бы Красноярский, вот опять же, видишь, за сколько там лет? 15. Вот. Видишь, у человека, возможно, он его купил, сейчас у него 80 иксов, но у человека горизонт вечность. Вот. Поэтому это абсолютно другой подход. И последний вопрос. Опять Сбербанк. А при коррекции, Владимир, где Сергей будет покупать Сбербанк? Как получится. Это же решение принимается. Есть, допустим, определенная мысль по Сбербанку. Там отслеживается движение рынка, индексы Мосбиржи. И в частности, ну, к примеру, если покупать Сбербанк, бумаги Сбербанка. И уже для покупки всегда используется фундаментал, в первую очередь, обоснование, по какой причине вы покупаете ту или иную бумагу и какие у нее перспективы. А второй момент – техника вам в помощь. То есть на каком уровне будет откат, до какого уровня бумага может откорректироваться, сильный этот уровень, слабый и так далее, и так далее, и так далее. И тут принимается решение по покупке. Когда я его покупал в начале текущего года, я покупал его четко после того, как Сбербанк пробил уровень, который вот такой символ между границей, между бычьим и медвежьим рынком. То есть все, что ниже, это был еще медвежий рынок, и вполне мог бы еще быть откат, и даже заход на новый лаеет. Но все, что выше, это уже была перспектива длительного роста. Вот я по такому принципу его и покупал. Ну, по одному из принципов. Понятно, что и фундаментал, но чисто по технике точка входа была вот такая. Сергей, хотел спросить, что нового у тебя на YouTube-канале? Вот старый трейдер провел интервью с дядей Женей Коганом. Ты какие-то коллаборации сейчас делаешь или что-нибудь делаешь интересное? Нет, коллаборации я не делаю. Ну, как бы, не знаю, правильно ли это, нет, делать какие-то коллаборации. Но YouTube развивается. Пусть люди напишут, правильно делается, советуют тебе, с кем делается коллаборация. Нет, ну, наверное, скоро будет год, да, моему YouTube-каналу. Ну, и развивается неплохо для YouTube. Количество просмотров и подписчиков прям растет, и это хорошо. Спасибо людям, кто подписывается на канал, и тоже я читаю. Всегда отзывы, по возможности комментирую, и даже в следующих роликах, ну, скорее всего, да, в следующих, там отвечаю иногда на вопросы. Да, кстати, что интересует людей? У меня самые популярные видео. Катасона, впереди крутые перемены, и советы шамана, как стать богатым и успешным. Кстати, у тебя, по-моему, 100 тысяч подписчиков, тут недавно образовалось на канале YouTube, серебряную кнопку прислал. Сергей, вот извини, конечно, ты профессионал, но живешь в другой реальности. До СВО. Какая кнопка? Прости меня. Нет, ну, нет. Вот я и задал вопрос, потому что у меня нет 100 тысяч подписчиков. Вот мне и хотелось бы узнать, ну, тебя там, хоть он поздравил, что-то написал, сказал, кнопку пришлем после СВО. Нет. Я тебе скажу, как это делается. Поскольку я машину обслуживаю у Игоря, который, Сузульки сервис, да, вот тоже получилась реверная кнопка, потом встал наверх. Смотри, как это все делается. Ты можешь получить эту кнопку, если у тебя, допустим, друзья в Грузии, и ты можешь туда кнопку заслать и уже из Грузии переслать. Но я не хочу заморачиваться на эту фигню. Нет, но само-то предложение они тебе сделали? Да нет, ну автоматом, понимаешь, это не проблема. Только, как ты же понимаешь, ну знаешь, что вся монтизация и кнопки заморожены. Ну, чем ты это спрашиваешь? Понятно. Ну, все, все, я понял. Я не хочу связываться с Грузинами, хотя ничего против них не имею. Грузин, ты здесь причем? Это же Ютюб так и решит. Нет, ну, просто скидка, вот у меня друг узбек, присылать через Узбекистан не хочу, понимаешь? По-моему, это полный бред какой-то. Тетушке Фергану пришлют кнопку, а потом она верненько пришлет. Ну, это бред, просто бред, мне кажется. Ну, возможно. Таковы реалии, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. Да. Все, спасибо большое. Сергей, ты всегда как на позитиве. На позитиве. Спасибо. Спасибо, Андрей. Субтитры сделал DimaTorzok